Друзья, привет! Это я Любомир Бородам. Давно я уже не появлялся со своими влогами. Ты готов к мероприятию? Да! Какой-то начался чайный запой. Я просто переехал на новое место работы. Теперь работаю в центре. На 18.30. Валик, передай всем привет, не втыкай. Привет! Вот сейчас решил пройтись до работы и показать вам свою новую дорогу, так сказать. Процесс ферментации это шенпуэр. И вот поэтому он считается, что с годами, если его правильно выдержать, он изменяется. Вот эти все приколы, что он стоит там миллионы. Да, действительно он стоит. Ну и плюс покажу вам, как добраться до места моей работы, если вы вдруг будете в Николаеве и захотите меня увидеть. Теперь старой картинки уже такой не будет, как была раньше, где я ходил по окраине города. Вот, теперь я все время буду ходить вот здесь. Это, я уже показываю эту улицу, это центральная улица города, называется Соборная. Такая себе улочка с утра. Немножко грязноватая после, наверное, ночных гулянок всяких нехороших людей. Вот. Обычно в выходные здесь куча всяких ярмарок, каких-то движений. Ну а в будни такое, особенно утром, видите, как народу маловато. Очень интересно. Я раньше никогда не любил осень. У меня вот она бесила, потому что какая-то слякоть, все такое какое-то грустное, мрачное. Вот. А потом, в прошлом году я осень полюбил. У меня была куча вдохновения, столько всяких разных идей. Я что-то делал, шевелился. Ну, был реально в кайф. И я как-то подумал, что оказывается осень, это же такая крутая пора. Вот. И в этом году я тоже очень сильно ждал осень. И думал, что у меня опять будет гора идей, масса всевозможных каких-то движух. Я переехал на новое место, вроде такой прям подъем. Но все равно сама осень, она меня прям подкосила. И я стал жутко раздражительный. И сейчас вот чай, это, наверное, единственное, что меня спасает и не дает, так сказать, упасть в яму. Упасть в яму депрессника и ходить и говорить, насколько все плохо. Ну, это вот единственное, наверное, лекарство. Но все равно я чувствую, что я хожу по какому-то, как, полезию ножа. Да, и вот немножко-немножко, и я взорвусь. Я буду злой и дикораздражительный. Либо в другую сторону немножко, и у меня начнется какое-то просветление. В общем, давайте я вам сейчас покажу, как добраться на мое новое место работы, в магазин Freedom. Сейчас мы находимся возле Каштанового сквера. Сейчас я вам его тоже покажу. Ну и, собственно, это будет как ориентир. Тут есть памятник Святого Николаю. Вот, и от памятника уже мы будем стартовать, чтобы вам было все понятно. Кстати, вот тут у нас находится крафт-пап Ципа, если зайти в эту арку. Ну, а вот сам памятник засиженной голубями Святому Николаю. Ориентиром пусть вам будет туалет. Вот, это, наверное, самый дорогой туалет в городе. Он стоит целых 4 гривны. Чтобы вы понимали, 4 гривны в нашем городе стоит проезд на маршрутке. Вы можете с одного конца города в другой проехать за эти деньги. Либо поссать. Тут мы видим вывеску Cinema Cafe и чайный клуб Чи Юн. Который я вам не раз уже показывал и про него рассказывал. Идем дальше. Казин Freedom. Мужская и женская одежда от украинских дизайнеров. Concept Store. Собственно, все. Очень сильно влияет сама погода. Если, например, выходит солнце, то и настроение поднимается. Наверное, у каждого так. Поставьте лайк, если у вас тоже вместе с выходом солнышка поднимается настроение. А если вот солнце не выходит, то получается, что ты как-то толком и проснуться не можешь. Вот я сегодня даже проспал. Хотя я человек, который просыпается без будильника в 5-6 часов утра вообще легко. А сегодня я смотрю на часы уже начало 8-го. Будильник звенел, я его не слышал. Ну и, соответственно, это говорит о том, что все вот это вот осень. В осени, конечно, много чего начинает раздражать. Меня и так раздражает, подбешивает различные вещи. А осенью я делаю на них, наверное, больше акцент. Или, скорее всего, они больше обращают на себя внимание. Меня, например, дичайше бесит, когда человек, с которым я разговариваю, с которым я что-то рассказываю, смотрит куда-то в сторону, либо втыкает в телефон, то есть не смотрит мне в глаза и отвлечен. И я воспринимаю это так, как будто он меня посылает нахер, грубо говоря. То есть он просто проявляет уважение и не перебивает меня, но в то же время видно, что ему это, скорее всего, неинтересно. Меня это вымораживает. Ну и, собственно, в самом магазине мы проходим до конца. Видим вывеску «Любомир», спрашиваем «А Любомир у себя?» И заходим. Собственно, вот тут я и живу. Мы сегодня будем проводить встречу, беседу как раз с Русланом из клуба «Чаюн». Чайного. Будем пить чай, он будет рассказывать, делать трансляцию в Инстаграм. И я, возможно, что-то поснимаю на камеру, хотя основным моим инструментом будет прямая трансляция в Инстаграм. У нас тоже это как есть вроде как бы чайная традиция, да, вот самовар, сапог, плюшки-баранки вот это и запивать это все. Ну, тоже оно немножко не так. И точно так же и классификация у нас не такая. Мы привыкли, да, зеленый и черный чай, но тоже это как бы у нас так получалось оно и до сих пор получается. Но это неправильно, там классификация огромнейшая на самом деле. Еще очень сильно меня вымораживает, когда говорят «Я поняла». Вот это вот, знаете, иногда бывает заходит в какое-то общественное заведение, либо в магазин, либо там в общественный транспорт, какая-нибудь красивая мадам, а вся такая из себя пытается показать то, что она прям, ну, прям вот суперкиска. И потом говорит «Я поняла». Китайцы, как правило, не обращают внимания, чай старый или молодой, они выпили, если он хороший, как они определяют, что хороший. Вот выпил чай, если он ему нравится, и он готов вот эти деньги, которые за него просят отдать, значит, это чай хороший. То есть никаких других критериев в выборе, мне там брат, сват посоветовал, мама, папа, моего соседа, это все не работает. То есть они выбирают чай, выпил и понял, у них даже пословица такая есть. И когда вот у него вот эти все моменты сходятся воедино в его голове, что я готов вот столько заплатить за вот этот чай, значит, этот чай хороший. Если вас осенью все раздражает, так же, как и меня, то поставьте, пожалуйста, на паузу сейчас этот ролик и поставьте мне лайк. А если вас раздражаю я сейчас, то поставьте опять же на паузу этот ролик и поставьте мне, пожалуйста, дизлайк. Еще знаете, что жутко бесит? Бесит, когда размещаешь товар, а я занимаюсь продажей товара в социальных сетях и не только своих изделий, но также я занимаюсь продвижением некоторых компаний в социальных сетях и веду некоторые странички товарные, занимаюсь, так сказать, маркетингом некоторых брендов одежды, ну и некоторых других. И, соответственно, мне приходится жить в Инстаграме, в Фейсбуке, вот, и очень-очень сильно бесит, когда ты выкладываешь товар, пишешь полное его описание, цену, а тебя спрашивают, как купить? Вот это самый древний сосуд, ему около двух с половиной тысяч лет, в Гайване называется, ну, переводится чашка с крышкой. У них все очень просто. Чабань, чайная доска, там, чалюй, ситечка, ну, все просто. Чахай, море чая, ну, у него есть еще старое название, Гундаубэй называется, потому что чахай, это уже как пришло с английской традицией, чайные молочники, вот это, и вся вот эта история. То есть, изначально у китайцев не было, а Гундаубэй, чаша справедливости переводится. Расскажи, почему? А, ну, потому что вот если с чайника я сразу разливал бы по чашечкам, то в крайней чашке настой самый крепкий бы получился, но это, ну, не по-братски. Да, ты сюда сливаешь, оно все перемешивается, и всем уже наливаешь одинаковый чай. Вот, ну, то есть у них все продумано. Почему мелкая посуда? Потому что правильно заваривать чай проливами. От пролива к проливу чай меняет вкус, ароматы, свои свойства и так дальше. И чтобы смакануть каждый пролив, ну, можно взять, конечно, полтора литровый чайник, но это сколько выпить надо. Хороший чай в среднем выдерживает 5-6 проливов, потом идет уже на спад. Ну, и если ты будешь использовать полтора литровый чайник, это, ну, 5 проливов хотя бы, это 7,5 литров, ну, как-то тяжело осилить, да. Ну, а выливать жалко. А еще жутко раздражает, когда человек что-то пишет и ставит 15 восклицательных знаков. Типа, привет, 15 восклицательных знаков. Там это, короче, я немножко опаздываю, 15 восклицательных знаков. Ну, ты понял, еще 20 восклицательных знаков. Нахуя? Я и так все понимаю. То есть, знаки припинания, они же для того и нужны, чтобы выразить какие-то эмоции или как-то сделать акцент на каком-либо предложении. Блин, 15 восклицательных знаков, это значит, что ты провалился в яму с дерьмом, блин, и просишь о помощи, чтобы тебя все услышали. Те знакомые, которые дистиллированной водой чай завалили? Никак. Ну, это надо пробовать, я не расскажу. Ну, я с ними сидел, пил, вот они бодяжили на дистиллировании. Ну, интересно, ну, я такой, ну, сразу для себя понял, что я такое практиковать не буду. Ну, попробовать, да, стоит, прикольно. Ну, так, чтоб прям фанатеть по этому, я не знаю. Ну, это, ну, это ж, тут же ж такой момент, вот, как я уже говорил, все зависит от тебя, надо вот понимать, что ты хочешь. Вот, что еще хотел сказать. Близится Новый год, не знаю, где я его буду справлять, скорее всего, это будет Николаев, хотя хотелось поехать в какой-то другой город, но почему-то вот, вот пока не получается. По работе, по деятельности своей сейчас много, опять же, идей, но мало инвестиций, наверное. И я пока не знаю, во что именно из этих идей влить бюджет, будет ли он, ну, отобьется ли он, будет ли он того стоить. Если честно, меня уже немножко напрягает плести только браслеты, вот, потому что вокруг меня создался такой движ, то, что всякие, там, бородатые чуваки, брутальные, просто интересные, всякие люди с активным образом жизни, они обращают внимание, как бы, на мою деятельность, им интересно приобретать у меня не только браслеты из паракорда, но и какие-то просто аксессуары, да. Я в последнее время занялся очень, там, ну, не то, что очень сильно, но все равно сделал акцент на, там, гребнях для бороды, расческах для волос, удобных расческах, не просто какие-то, там, из магазина пластиковые, там, а это, да, стальные расчески, расчески, которые имеют воздействие, не магнитят ваши волосы, когда вы расчесываетесь, не собирают различную пыль, то есть, чтобы это было стопроцентное удобство, конечно, большое внимание я удивляю на хендмейт, чтобы это все было сделано либо вручную, либо маленькими партиями, чтобы чаще всего это делали люди, либо мои друзья, либо люди, которых я более-менее знаю, хотя бы заочно, вот, также какие-то изделия из кожи, мне интересно, сейчас мы вот планируем сделать ремни из натуральной кожи, из кожи растительного дубления, то есть, эти ремни будут стоять вместе со своим обладателем, то есть, если мы их берем просто бесцветные, вот, то буквально через год, в зависимости от того, как человек, насколько часто он носит, в каких ситуациях он бывает, попадает ли ремень под дождь, как он трется, еще что-то, все это будет отражено на ремне, и ремень будет принимать своеобразный вид, и получается, что вот из партии ремней, у каждого человека, кто будет там более-менее активно носить этот ремень, либо не активно носить этот ремень, у каждого, вот, через какое-то определенное время, он станет уникальным, будут мелкие трещинки какие-то там, он немножко поменяет структуру, цвет, ну, и будет такое, бомбовая штука, мы их делаем мало, как раз для того, чтобы, ну, это было круто, чтобы такого ремня не было на каждом втором засранце, а только на каждом первом, вот, вот, такие ментоловые леденцы, алтоидцы, популярные именно из-за своей упаковки, из-за коробочки, которые находят свое предназначение, наверное, в ЕДЦ культуре, да, в культуре, когда все свое носишь с собой, еще немножко больше всяких мелочей, которые могут пригодиться, вот эта коробочка очень удобная, она жестяная, и в нее можно много-много всего туда сложить того, что необходимо иметь с собой, всякие ниточки, мультитульчики, какие-то там еще штучки, короче, ну, вот, то есть, если там поискать в интернете, как собирают эти коробки, что в них укладывают, ну, все, блин, вот такое величайшее множество различных картинок, вот, и что только с ними не делают, вот, и реально очень-очень много идей, я сам заболел этими коробочками, а то, чем болею я, я делюсь с вами, поэтому я подвез их, я даже сейчас чаем стал делиться, то есть, пуэрчик 100-граммовый, который мне нравится, вот, я попросил знакомых, мне подвезли их побольше, и я получил возможность делиться ими с вами, как бы, по той же самой цене, по которой, в принципе, покупаю их я, если интересно, под роликом есть ссылка для связи со мной, пишите, организуем, вот, большой акцент сейчас стал на продукцию Менли, вот, это воски по уходу за бородой, за укладочные для волос, плюс калифорнийское масло для бороды приехало, очень крутое, очень классно пахнет, все это будет реализовано в ближайшее время, в каких-то подарочных комплектиках, в общем, вот такие дела, но все жутко бесит, ну, и, как бы, стараясь, чтобы, ну, вот, не отдаваться, вот этому, вот это весь осенний хандре, да, прям, вот, ой, не попадать в плен всему тому, что меня раздражает, я стараюсь придумывать какие-то движухи, какие-то новогодние наборчики, какие-то новые модели, расширять ассортименты, чтобы было, было чем жить, чтобы, вот, именно отвлечься от этой нудной, ужаснейшей погоды, вот, сонливого состояния, постоянно больных глаз, и чего-то еще, вот, если вам интересно, а мне очень интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях, вот, что очень сильно раздражает вас, особенно в это время года, как вы с этим справляетесь, ну, мне очень будет интересно почитать, вот, и даже вступить с вами в диалог и пообщаться. Опа, опа, тут другие орхионы. мы готовы, опро, поехали, мы во Фридене, короче, замечательная тут конструкция, вы посмотрите, короче, последние штрихи перед чайной вечеринкой, Руслану тоже выставил братву свою, саботильника, саботильника. Саботильника.